Президентского вета на налоговый кодекс в ходе бессрочной акции протеста требовали предприниматели на площади независимости в Киеве и по всей Украине. 27 ноября палаточный городок митингующих в самом центре столицы посетил президент Виктор Янукович. И уже 30 ноября, в последний день осени, глава государства объявил о ветировании скандального налогового документа. Была создана рабочая группа из представителей Кабмина, администрации президента и представителей бизнеса, которая до 2 декабря должна была отработать изменения в налоговом кодексе, предложенные президентом. Однако протестующих и парламентскую оппозицию такое решение проблемы не удовлетворило. Оппозиционеры выступили против и заявили, что вета президента касается только отдельных частей кодекса, а не всего документа. И увидели в президентских правках камуфляж и профанацию. Цей кодекс має бути суттєво, докорінно перероблений. И тому очень важно не спиняти громадский спротив против этого кодекса. Потому что влада рассчитывает, заявивши про накладение вета, внесли до Верховной Рады несколько косметических предложений, рассчитывая таким образом, нивелювать громадский спротив, выпустить пар и при этом досягнуть того результата, который она ставила, принимать этот кодекс. Представители оппозиции критикуют новое правительство и поддерживают людей, протестующих на Майдане. Активное противостояние предпринимателей, съехавшихся из всех уголков Украины в Киев, стало единственным способом приостановить новую власть. Однако праздновать победу пока что еще рано, уверены в оппозиции. Президент Янукович має негайно принятие решение про отправление в выставку нынешнего уряда и сформировать уряд народной доверия. Если представители малого и среднего бизнеса смусили владу раховать себя с собой, значит они должны быть у владе. Ни аргументов, ни фактов, как это было под час розгляда Верховной Рады законопроекту правоподаткового кодекса, влада не чула. Лише Майдан смусил ее чути. Але зупиняться на цьому не можна, бо як тільки розійдуться люди, як тільки припинять спротив, ми знову матимемо податковий кодекс номер два, де у підсумку будуть всі ті завдання, які став у ряда Зарова. Ко 2 декабря судьбоносной дати для предпринимателей людей в центре Киева становилось все більше. По данным координаторів акції протеста представителей малого і среднего бизнеса против налогового кодекса, в целом 2 декабря на площади собралось около 20 тисяч человек. С одной целью – показать власти неизменность позиции митингующих. До этого! До этого! До этого! Здесь люди уже пришли не за кого-то, здесь нет ни единого флага. Здесь люди пришли за свой кусок хлеба, который у них хотят отнять. Когда люди остаются без куска хлеба и не видят завтрашнего, люди готовы на все. Потому что остаться без работы, без ничего. А нас такое ждет. В Киеве в эти дни температура воздуха не поднималась выше минус 9 градусов по Цельсию. Но, несмотря на сильный мороз и снег, люди не расходились, ожидая представителей администрации президента. Вместо них поддержать митингующих пришли народные депутаты от парламентской оппозиции, среди которых был и Олег Ляшко. Ви змусили, вы, саме вы, миллионы людей по этой стране, змусили владу с вами раховаться. Не политики, не продажная Верховная Рада, а саме вы, малий и средний бизнес, змусили владу с вами раховаться, змусили владу бояться вас. И сейчас, последний решительный бой, в это президента, это пев кроку. Головная перемога попереду, когда будет принятый кодекс, из которого будут выложены все нормы, которые забирают у вас право працювать, право заработать. Не расслабляйтесь. Влада только ждет того, чтобы мы расслабились, опустили руки, выпили по чарце и сказали, что мы перемогли. Но до перемоги еще далеко. Перемога будет тогда, когда в кодексе не будет норм, который знищит ваш бизнес. Ближе к вечеру, 2 декабря, Верховная Рада все-таки приняла налоговый кодекс новой редакции с предложениями президента Украины. За проголосовали 268 депутатов. На это участники акции протеста заявили, что не удовлетворены решением Верховной Рады и прекращать митинги, не намерены. Однако в ночь на пятницу 3 декабря палаточный городок протестующих предпринимателей был демонтирован властями. В пресс-службе Министерство внутренних дел Украины сообщили, что палаточный городок в центре Киева убрали для подготовки столицы к новогодним праздникам. Оппозиционеры собираются обращаться в Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов ночного разгона палаточного городка на площади независимости. Народный депутат Украины Олег Ляшко направил официальное заявление, в котором сообщил, цитируем, «Ночные события на Майдане, как прожектором, высветили три болевые точки нынешней внутриполитической жизни страны. Первое. Нынешняя власть и демократия – понятия несовместимые. Второе. Нынешняя власть – это колосс на глиняных ногах, сила которого держится исключительно на карательных операциях различных спецподразделений – или военных, или милицейских, или налоговых. Третья болевая точка – власть боится собственного народа, который на голову выше, высокоморальнее, образованнее и прогрессивнее, чем его руководители. Украинцы – не такой народ, который будет молча терпеть откровенное издевательство. Если власть это не поймет в самое ближайшее время, она обречена», – заявил народный депутат Олег Ляшко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова